Невозможно понять картину, если ты сам часть этой картины. Надо просто убить оторваться и уйти, на себя в составе посмотреть. И вот мы здесь в округе нашем, и вообще от моря до моря, от Рослова до Каспия. Мы, по-моему, в плену вложили представление о том, что и так все ясно, все видно. И пусть там заткнутся те, которые помосят нас и считают, что мы какие-то не такие. Вот вам статистика, вот вам данные, вот мы эти парк открыли, будьте с нами. Мне кажется, наряду с этими объективными вещами, нам просто нужно еще и самим очень многое сделать. Когда меня убеждает кто-то, особенно журналисты, что я предельно объективный, я вспоминаю одного наставника из журналистской среды, старого, который писал, рекомендую твоих журналистов, что чем больше ты пытаешься сделать вещь, что ты объективен по отношению какой-то ситуации или явлений, тем более субъективным ты становишься. Поэтому мое пожелание как читателя, как слушателя, давайте помогать друг другу с тем, чтобы не приходилось каждому отбрыгиваться по своей собственной территории. Если мы узнаем, что кто-то, совершенно не зная ситуации, позволяет себе нелестно отзываться, допустим, в Ростовской области, Краснодарской, Украине, Ставрополье, Крача-Черкель, Сибушилке, Чечне, Дагестане, Гавридно-Балкаре и так далее, не надо оставлять друг друга наедине с этими необъективными нападками. Мне кажется, было бы правильно, если мы замечали успехи друг друга, гордились тем, что у кого-то из соседей наших что-то получилось. И мы бы об этом говорили, поверьте, мои коллеги из Северной Осетии, мои товарищи, я, в первую очередь, обязан к вам обратиться, потому что я имею право даже не требовать в данной ситуации от своих. Давайте не молчать, если мы узнали, что у кого-то из соседей что-то хорошее произошло, давайте, чтобы российские читатели, а теперь уже вот учитывая, что границ нет, и все другие, они слышали это от нас. И мне кажется, тогда мы многого добьемся. Почему-то я об этом подумал, действительно, вот когда посмотрел на вас, вы же приехали, вы что-то будете говорить о посетении. Для нас это гораздо важнее, чем если мы сами, если бы будем здесь, рассылая сигналы по сведенному шару, что вот мы какие-то здесь пришли и так далее. Конечно, это очень важно. Тем более, давайте не будем делать вид, что ничего не происходит. Идет мощная атака, вы посмотрите, Сочи-Кавказ, Сочи-Олимпиада, и все-таки даже по совершенно очевидным вещам, вот как не мется кому-то в том себе нашу, ладно, там зарубежную, как говорится, черт с имен, мы их слышим. Но даже наши наморощенные, всегда, россияне, даже они себе позволяют хамские рассказывания по поводу того, что происходит в Сочи. Если мы скажем, ну это пусть от Качев, Казак и Олимпийский комитет, и сами против, нет, мы не должны молчать. Здесь и соседи, и из Махачкалы, и из Магаса, откуда угодно. Мы должны жестко и ясно говорить о том, что для нас Россия значит в так же и везде. Поэтому еще раз успехов вам. Я уверен, что ваше общение будет достаточно полезным. Ну а если что-то с точки зрения организации вашего пребывания здесь или в другой сфере что-то вам не понравится, вот здесь я вас прошу быть великодушными и сделайте еще лучше, чтобы вы не заметили. И давайте друг друга поддерживать, давайте друг о друге говорить самое хорошее, гордиться друг другом, желать успехов друг другу и быть настоящей командой. И тогда, и тогда многим, кому не является, а Кавказ ноги вытирает, ноги задумываются, они вроде в кого возникают, какие силы могут восстать, если они по себе позволяют хамские, без осыланий, походя, говорить об одном и самом красивом, полезном, нужном уголке России. Вот этого, по-моему, нельзя допустить, это можно сделать по собственной усилии. Мы, чиновники, мы обращены быть мишенью, каждый из нас, с чего вы шут поднимаете по корпусу, черченые оскыни вырисовываются мишень. Нас это не касается, нам просто хочется, чтобы вы были единой командой, помогали друг другу, поправляли друг друга. Но самое главное, чтобы мы знали, что никто из вас не в одиночестве, ни один не останется без поддержки, если ему нужно отстоять честь и достоинство своей территории, как живого, красивого облака России. Спасибо вам, большой успехов вам. Спасибо.